Жители Донецка опасаются ожесточенных военных столкновений в черте города. Сегодня днём ДНРовцы стянули тяжёлую технику к пересечению Киевского проспекта и улицы Артёма. Сейчас там стоят танки. Также боевики перекрыли дорогу в направлении аэропорта. Из гражданских туда никого не пропускают. Анастасия Певная знает больше. Жители Донецка напуганы. Говорят, ДНРовцы активно сосредотачивают своё вооружение в районе Киевского проспекта. В соцсетях люди пишут сразу о нескольких колоннах военной техники, которые движутся в сторону аэропорта. На пересечении проспектов Киевского и Партизанского перекрыта дорога для гражданских автомобилей. На проезжей части тротуарах дежурят вооружённые боевики. Дончане, опасаясь военных столкновений, бегут из района. Дети позвонили по интернету слухи, что ждут атаки украинских войск. Бьют нас со всех сторон. Вы с этого района, я так понимаю, уходите куда-то? В подружки. Почему? Напугали. Чем напугали? Ну, чем-то напугали. Боитесь поставаться, да? Да. Нет, я недалеко, я ненадолго, я просто перебыть. Вчера вечером в Немино-Донецком стояла красно-жёлтое зарево. Местные жители сообщают, взрывы были видны в районе железнодорожного вокзала. Однако сегодня в сети появилось видео залпов в разных концах города. Жители при вокзальной площади говорят, люди боятся ночевать в своих квартирах. Мы вот одну ночь переночевали, позамерзали, ужас один, под тремя одеялами спали. Ну, а что сделаешь? Какие-то неизвестные ходили тут по подъезду, заходили. Тоже боимся. Вроде не замечены были бородёры, но всё равно боятся. Каждый божий день вот такая идёт стрельба, и мы здесь не живём, ушли. Живём, квартиру снимаем в городе. Ну и в городе там же попадает. Ну и вот такое вот, всё разбомбили, всё, что могли. Это ж новый дом, да? Вот этот наш, 17-й маршал Жуков, это новый дом. Пять лет как его нам сдали. Ну вот видите, счастья мало. Пришлось нам мало здесь пожить, порадоваться этой жизни. Эта женщина наведалась в квартиру матери после взрыва на Донецком казённом заводе химических изделий. Жилище разрушено. Я вчера приехала посмотреть, что тут происходит. Происходит и вообще ничего. Вообще. Родилась за месяц на войне. Умирать я в таком же состоянии. Ничего не осталось. Что, какие жители. Те, кто остался в своих домах, рассказывают, привокзальный микрорайон обстреливают почти круглосуточно. С утра с 6-5 начинают, и до 11 вечера. Только бух и бух, и бух, и бух, и бух, и разрывается. То там, то там он. Гараж разбомбил. Вот там он возле котельной, вот такие воронки, возле гаражей, вот такие воронки. Лупят, лупят и лупят. Это тот самый второй админпосёлок, где несколько дней назад взорвался один из цехов завода химических изделий. Дома здесь стоят без стёкол и балконов. Этот мужчина – единственный житель одной из местных девятиэтажек. Каждое утро у нас здесь обстрел, бомбёжки. В течение дня, вечером всё это. Вот так вот как-то живём, выживаем. В посёлке шахты Октябрьской также не стихают залпы. Ольга Васильевна продала дом и переехала в Донецк всего год назад. Хотела жить ближе к дочери. Теперь прячется от обстрела в подвале. Дочка вот, 5 километров, шахта Октябрьская. У неё квартира здесь, и мы к ней поближе ехали. И вот на такую лихую годину, как говорят, на Украине попала. Вот в августе был год. Кто знал, что такое будет? А куда мы теперь уедем? У нас дом продан. У дочки ещё хуже делается. По сообщениям СНБО, боевики продолжают нарушать перемирия в разных районах Донецкой области. Вчера украинские войсковы отбили две спробы штурма наших позиций. В районах населённых пунктов Березове та Красногоривки Донецкой области штурмы проводились после артиллерийских и минометных обстрелов. На півдні террористы двічі застосовували важкое озброєння неподалік населенного пункту Новоласпи Тельманівського та Павлопілля Новозовського районів. Также неспокойно было в Горловке. Жители города говорят, на днях под огонь артиллерии попал посёлок Курганка. Четверо местных жителей получили ранения. Один из пострадавших в тяжёлом состоянии. Кроме того, повреждены шесть многоэтажных домов. Анастасия Пьевна, Телеканал «Донбасс». Продолжение следует...